Привет! В этом видео мы будем заниматься созданием сложных аудиторий с помощью Google Analytics для наших ремаркетинговых компаний. Вы посмотрели видео урок с Сашей и поняли, что аудиторию сайта необходимо сегментировать. Во-первых, для того, чтобы разным посетителям вашего сайта в дальнейшем показывать разные рекламные предложения в соответствии с их интересами. А во-вторых, чтобы отделить более теплых посетителей сайта от холодных. Далее мы сможем с помощью ставок за клик регулировать стоимость рекламы на каждую из этих групп. Ранее при настройке поисковой ремаркетинговой компании мы создали аудиторию «Все пользователи» за 14 дней. Сейчас ее трогать не будем, а будем создавать новые, более сложные аудитории. Для этого кликаем на красную кнопку «Плюс аудитория». В этом окне выбираем представление, в котором у нас настроены цели. В нашем случае это «Дуди Вуди Артиллерия» и целевой аккаунт AdWords, который будут переданы нашей аудитории. Далее. Далее нам предлагается готовый список из рекомендуемых аудиторий. Мы можем воспользоваться им, но наша задача сделать более сложные списки аудитория. Поэтому давайте кликнем на кнопку «Создать новую аудиторию». Перед вами откроется редактор аудиторий с большим количеством возможностей. В первую очередь это демографические данные и технологические данные. Я не рекомендую настраивать аудиторию с разбивкой по демографии и технологии внутри Google Analytics, потому что далее вы сможете наложить эти ограничения уже внутри Google AdWords. А здесь вы просто ограничите свою аудиторию. Это, на мой взгляд, не является целесообразным. Давайте подумаем, как мы можем уточнить аудиторию всех пользователей на сайте. Все ли они нам на самом деле нужны. Во-первых, я думаю, что не имеет смысла показывать повторно рекламу тем пользователям, которые уже заполнили заявку, то есть достигли нашей цели. Они уже оставили свои контактные данные, и показывать им рекламу снова бессмысленно. Поэтому кликаем на «Условия». Здесь мы можем добавить огромное количество различных условий по нашему выбору. Выбираем «Достигнутые конверсии». Достигнутые цели на сеанс равно нулю. Таким образом, на текущий момент наша аудитория состоит из пользователей, которые были на сайте за последние 30 дней, но не оставили заявку. Кстати, чуть подробнее про срок участия. В прошлом видео мы задали его в размере 14 дней. В общем-то, задали его на АБУ. Как вы помните, он может составлять от 1 до 540 дней. Как узнать его точнее? В Google Analytics можно найти в разделе «Конверсии» «Многоканальные последовательности», «Отчет», «Время до конверсии». Он будет показывать, как долго пользователь принимает решение о том, чтобы оставить заявку, оставить свои контактные данные, совершить конверсию после первого входа. Как вы видите, в нашем случае всего одна конверсия случилась позже, чем 11 дней. А большая часть происходит в первые два дня после того, как пользователь первый раз зашел на сайт. Как вы знаете, наверное, по себе, никто не любит, когда их преследует реклама товара, который они уже приобрели. Во-первых, теряется лояльность, а во-вторых, теряется эффективность рекламы, потому что такие показы рекламы точно будут нецелевыми. Пользователь уже ничего не купит и не перейдет. Поэтому эти показы будут только снижать эффективность нашей рекламы. Поэтому срок участия давайте установим с небольшим зазором в размере 5 дней. Название аудитории «Последние 5 дней без конверсии». Сохранить. Отлично. Данная аудитория уже точнее, чем та, что мы создали ранее. Давайте подумаем, как еще можно выделить более теплых посетителей сайта. На нашем сайте точно есть посещения, которые длятся менее 5 секунд. То есть пользователь зашел на сайт, понял, что он, скорее всего, попал не туда, и сразу же из него вышел. Таких посещений может быть тоже приличное количество, поэтому давайте попробуем исключить их тоже. Я рекомендую вам создать отдельную аудиторию с отдельным именем. Я же перейду к изменению текущей аудитории. Здесь мы кликаем на кнопку «Изменить». Переходим в раздел «Поведение». Длительность сеанса на пользователя больше 5. В принципе, можно задать и больше 10 секунд. Скорее всего, те пользователи, которые находились на сайте меньше 10 секунд, тоже являются нецелевыми. «Применить». Заметьте, достаточно сильно сократился размер аудитории. Таким образом, мы не будем показывать аудиторию тем, кто нашим сайтом не заинтересовался, пробыл на нем совсем мало времени, потому что такие показы рекламы были бы все равно, скорее всего, холостыми. Перед сохранением аудитории необходимо не забыть изменить ее название. «Поведение». Выше 5. Возвращаемся к списку аудиторий. Появилась наша новая. Далее, как говорил Александр, давайте настроим аудиторию на тех пользователей, которые просматривали определенную страницу. Это необходимо для того, чтобы точнее составить рекламное предложение. Тем, кто интересовался двухъярусными кроватками, показывать объявление именно с двухъярусными кроватками. Аудитория. Здесь мы можем выбрать уже сформированный в списке пункт «Пользователи, посетившие определенный раздел моего сайта». Давайте перейдем к редактированию. В принципе, в редакторе аудитории делается то же самое. В условиях вы создаете фильтр на страницу, и она должна содержать необходимый нам раздел или страницу. В нашем случае это страница с двухъярусными кроватками. Копируем ее адрес и вставляем сюда. В принципе, он определяется автоматически. Кроме этого, точно так же нам необходимо настроить исключение тех пользователей, которые не сделали конверсии. Здесь удобно пользоваться поиском, чтобы не искать нужный параметр дорастигнутой цели среди всего списка. И точно так же настроим длительность сеанса больше пяти. Срок жизни аудитории остается таким же. У нас появилась функция «Период ретроспективного обзора». Что она означает? Этот период показывает нам, за какой исторический период пользователи войдут в нашу аудиторию. То есть, мы можем при создании аудитории задать, например, 30 дней. Это будет значить, что в аудиторию войдут пользователи, посещавшие сайт 30 дней назад, соответствующие нашим условиям по поведению и просмотру стани с достигнутым целем. А так же срок участия. Пять дней. Поскольку он у нас составляет всего пять, здесь не имеет смысла ставить больше, чем семь. Название аудитории. Посетители двух снах. Писка версии больше пяти секунд. Сохраняем. Точно такую же операцию мы можем проделать со всеми остальными нашими разделами сайта и страницами, с домиками для одежды, полками, стеллажами и другими типами кроватей. Я думаю, что принцип понятен, поэтому создавать их все мы сейчас не будем. Таким образом, получается, что у нас выстраивается некоторая ремаркетинговая воронка. Мы двигаемся от самой широкой аудитории к более узкой, к более целевой. Сначала мы создали аудиторию всех пользователей, которые были на сайте за 14 дней. Далее ограничили ее теми пользователями, которые не сделали конверсии и пробыли на сайте больше, чем пять секунд. Далее наложили еще одно ограничение по воронке пользователей, тех, которые посетили определенную страницу. Следующим шагом могут идти какие-либо микроконверсии или бесплатные конверсии, как еще называют. Например, это может быть подписка, скачивание, прайс-листа, использование калькулятора. Для отслеживания таких действий на сайте используются события. Про события Володя рассказывал вам в прошлом уроке. Давайте попробуем настроить что-то на события. Добавляем новую аудиторию. Проделываем те же самые действия. Переходим в условия. Здесь мы видим возможность выбора ярлыка для события, категории событий и действий по событию. Это те переменные, которые мы задаем при выполнении определенного действия. К сожалению, на нашем сайте Дуди Вуди событий не настроено, поэтому данный список будет пуст. Но настраивается данная цель, данная аудитория, точнее, точно так же, как и предыдущая. Необходимо это, как вы поняли, снова для того, чтобы выделить более теплый сегмент посетителей сайта. В нашем случае просто таких событий на сайте нет. Но зато есть другой сегмент еще более горячих посетителей. Это так называемая брошенная корзина. Этот термин обозначает то, что пользователь пытался сделать заказ, добавил товары в корзину или открыл форму для введения своих данных, но в итоге не дошел до конца и с сайта ушел. Это говорит о том, что такой пользователь еще более целевой, он уже почти оформил заказ. Он был в одном шаге от того, чтобы передать вам ваши контактные данные. И, конечно, очень эффективным было бы для него разместить ремаркетинговую кампанию и напомнить о себе. Для этого я зашел на страницу Doody Woody, на форму, в которой можно оставить заказ, скопировал адрес. Далее перейду сюда. Здесь нам уже не нужно вводить дополнительные фильтры на время, потому что эти пользователи, скорее всего, уже провели достаточное время на сайте. Но, в принципе, они могли уже оформить заказ и конверсию, поэтому давайте добавим сюда еще один. «Достигнутая целью равно 0». Применить. Брошенная корзина без конверсии. В принципе, можно даже увеличить срок участия до 14 дней. На всякий случай таких пользователей у нас немного, и показать им рекламу лишний раз будет не лишним. Сохранить. Еще одним сегментом аудитории, про которую рассказывал Александр, который можно использовать, это, как вы догадались, те, кто конверсию все-таки совершил. И использовать их можно для того, чтобы делать какие-то допродажи, так называемые апселлы. В случае Doody Wood, например, можно допродавать постельное белье или, например, булдахин, это некоторая накидка над кроватью. Уже тем, кто оставил заявку, совершил конверсию, им можно что-то попробовать допродать. Как настраивается такая аудитория, я думаю, что вы уже догадались. Идем в аудиторию. Условия. Достигнутые цели. Правильно выбрать больше или равно единице. Правильно выбрать больше или равно единице. Кроме этого, вы можете выбирать те цели, которые вам необходимы. То есть, если заполнение формы заявки у вас является одной целью, а использование калькулятора или подписка является другой целью, здесь вы можете выбрать номер цели, который вам необходим. Поскольку у нас единственная цель – заявка, поэтому нам достаточно такой настройки. Что еще можно отметить? Очень часто в случае регулярных продаж, например, вы продаете обувь и ваши покупатели могут обратиться к вам после покупки летней обуви за зимней обувью. Или, например, вы заправляете картриджи. Вы знаете, что средний срок службы картриджа составляет 30 дней и хотите разместить рекламу на тех пользователей, которые оставили свои заявки, воспользовались вашими услугами, но сделать это через 30 дней. Так, чтобы они получили рекламное предложение как раз в тот момент, когда оно им необходимо. Оно будет им релевантно и, скорее всего, они им воспользуются. Для этого мы переходим в поведение и выбираем пункт «Дни с последнего сеанса больше 20». В случае с Doody Woody это не очень релевантный пример, потому что продажи у нас не последовательные, они не повторяющиеся, поэтому это именно для демонстрации. Мы выбираем дней с последнего сеанса больше 20, применить, а срок участия аудитории выбираем, ну, к примеру, 40 дней. Таким образом, если цикл использования нашего продукта составляет 30 дней, то пользователи начнут получать наше рекламное сообщение через 20 дней после конверсии и через 40 дней они делать это закончить. То есть мы покрываем цикл использования нашего продукта с небольшим зазором в плюс и в минус. Сохранять я это не буду, потому что использовать мы в дальнейшем это не будем. Еще одной интересной фишкой создания аудитории ремаркетинга с помощью Google Analytics, про которую я хотел бы рассказать последней, является возможность создания так называемых умных списков. Что это такое? Analytics обладает данными о ваших текущих конверсиях, анализирует всех ваших посетителей сайта и выбирает среди них тех, кто, по его мнению, совершит конверсию с наибольшей долей вероятности во время следующего сеанса. Чуть попроще. Analytics сравнивает тех пользователей, которые уже совершили конверсию со всеми пользователями, и среди всех пользователей выделяют тех, кто больше всего похож на посещение с конверсиями. Похож по своим поведенческим характеристикам, социально-демографическим параметрам и прочим показателям. Создать такой список несложно, достаточно зайти в окно создания аудитории, кликнуть на умный список, далее нам необходимо задать срок участия аудитории, 10 дней и задать название. И в общем-то все, на этом настройка закончена. Таким образом мы соберем список, точнее Analytics соберет за нас список тех, кто с большей долей вероятностью станет нашим конечным клиентом. По нашему опыту, запуск именно таких ремаркетинговых компаний приносит значительно больший результат, чем запуск, например, компаний на всех пользователей сайта. Однако стоит отметить, что для того, чтобы Analytics собрал необходимое количество данных, необходимо, чтобы у вас было достаточно много конверсий и посещений на сайте. В справке указано, что необходимо, чтобы было более 500 конверсий в месяц и более 10 тысяч посещений сайта за месяц. В противном случае, для подбора аудитории умного списка, Analytics будет использовать не только ваш сайт, но и сайты из похожей тематики. Я думаю, что в любом случае это стоит протестировать и посмотреть, какую эффективность покажет собранный список таким образом. На этом все. Я надеюсь, вы поняли, как пользоваться этим инструментом. Я рекомендую вам создать все сегменты аудиторий по их теплоте, начиная от всех посетителей, заканчивая теми посетителями, которые уже сделали конверсию. Далее мы будем настраивать для них различные рекламные объявления, различные группы объявлений, создавать в ремаркетинговой компании и управлять ставками для каждой из этих групп. На этом все, спасибо, услышимся в следующем видео.